И снова здравствуйте! С вами на связи интернет-магазин Antelife.com.ua И сегодня я запишу для вас обзор Я не скажу, что это уже новинка Это уже всеми обознанная модель Zopo C2 Изначально данная модель появилась на китайских сайтах типа Pandaville как облегченная версия Zopo CP980 Заявляли отличие основное Это встроенная память и наличие операционной системы Allion Все очень боялись, что смартфон приедет без андроида Но, как оказалось, никаких страхов в этом нет Китайцы высылают хорошую русскоязычную прошивку без единого китайского приложения 4.2 Android Давайте посмотрим, что это за телефон Начнем, как всегда, с комплектации с коробки Вот в такой вот коробке поставляется Сразу скажу, что я сниму для вас обзор и с сравнением, как отличить Zopo C2 от Zopo 980 и наоборот Значит, в комплекте у нас стандартные все аксессуары Руссенько покажем вам их Это инструкция стандартная Есть у нас оригинальная пленка к нашему смартфону Поставляется вот такая вот зарядка USB кабель отличного качества Наушники либо гарнитура Так как меня кое-кто поправлял в комментариях к нашему видео Такая существенная разница Вот, собственно, и все Давайте перейдем непосредственно к смартфону Смартфон у нас является одним из самых красивых Одним из самых изящных Он очень тонкий Спереди шикарнейший экран Сзади у нас крышка прорезиненная Вот такая она матовая Есть логотип Zopo 13-мегапиксельная Великолепнейшая камера Есть автофокус-вспышка С этого бока у нас кнопочка включения Сверху разъем под наушники 3,5 мм Качелька громкости Снизу USB И микрофон Спереди у нас есть тоже камера Датчики, датчики света Датчики уха тоже там находятся И также у нас 3 сенсорных кнопки Вот они тут Что же, давайте посмотрим на наш смартфон Начнем наш обзор с программки Antutu Через которую можно посмотреть Все технические характеристики Нашего смартфона Набирает он порядка 11-12 тысяч баллов Это стандартный показатель Для любого смартфона На MTK6589 И с процессором И точнее с разрешением экрана 1920 на 1080 Что мы и видим И процессор Модель Zopo C2 Идет у нас на борту 1 гигабайт оперативной памяти Карточка памяти на 16 у меня установлена И собственная память у нашего смартфона 4 из которых где-то 2 гигабайта Доступно для пользования Даже может быть меньше немножко Опять же Камера у нас 12.6 Передняя камера заявлена 8 Но это не правда Это интерполяция Реальная оптика Тут где-то выйдет на 3.2 мегапикселя Ну и стандарт на 4.2 Android Идем дальше Зайдем в Z-Device Test Программу И посмотрим какие датчики Есть в нашем смартфоне Сразу скажу Что смартфон очень классный В плане датчиков То есть для игроманов Есть Как вы видите Вот гироскопы Самые различные датчики В определении Пространстве Есть датчик приближения Который отлично работает Есть датчик освещенности Сейчас посмотрим Как он реагирует Что-то он не хочет реагировать Хотя я тестировал До этого В темной комнате Он показывал 0 То есть Тут у меня прямое попадание света Но Я скажу так Что вот эти все Датчики автоматической освещенности Они все настолько некорректно работают На китайцах Да и на любых других Это так некомфортно Что я даже не считаю Это какой-то основной функцией Тушной датчик Да, это нужно Есть у нас компас Есть у нас акселерометр Есть отличный GPS Wi-Fi, Bluetooth Собственно Компас давайте посмотрим Как себя ведет Ну, как видите Не слишком адекватно Если я положу его на пол Точнее на стол Но на столе Более-менее Показывает туда, куда нужно Значит все работает Идем дальше У нас экран 5 дюймовый Разрешение, как я уже говорил 1920 на 1080 пикселей Давайте посмотрим Сколько точек касания У нас распознает наш экран Точек касания у нас Всего 5 Больше не распознает Но в принципе Этого вполне достаточно Для современных смартфонов Так Давайте посмотрим Что же у нас С прошивкой С завода Как я уже говорил Поставляется данная модель С 4.2 андроидом Который В принципе Отлично работает Никакого китайского софта Тут в помине нет Вы нигде его не увидите Ни в каких настройках То есть все что можно Все классно переведено На русский язык Поэтому никаких проблем Плеймаркет у нас есть Опять же В прошивке с завода Он рабочий Все устанавливается Все загружается То есть Ну Брать и пользоваться только Так По прошивке Насколько смартфон Работает быстро Или не быстро Конечно Если Начинать его загружать То конечно же Процессора На такое разрешение Не хватает Но в принципе Если работать Нормально То можно Иметь в руках Добротный аппарат Который работает Довольно таки быстро Давайте посмотрим Что у нас за экран У нас экран По OGS технологии сделан Яркий Сочный Очень Реальные Цвета Выдает То есть Меня не вызывает Данный экран Никаких нареканий Экран Уровня I-Ocean X7 Уровня UMI X2 Углы обзора Шикарнейшие Идем дальше Давайте посмотрим Как наш смартфон Справляется С простыми Софтовыми Какими-то задачами Например Мы хотим Просмотреть фильм Как Наш ZOPO C2 Справляется С такими задачами Например Какой-то Вот у нас есть Файлик Я всегда Показываю Именно Эти отрезки Видео Записанные Они у меня В Full HD Формате Я поставил Проигрыватель В котором Мне удобно Работать Довольно Громкий Динамик Изобретаю Крутые штуки Я предоставляю Вам Выбор Бессмысленно Идем дальше Также в повседневной жизни Нам может понадобиться Работа с PDF файлами Можно почитать журнал Можно посмотреть Какие-то PDF документы Вот я для вас Приготовил Небольшой журнал Футбольный Который нашел В интернете Вот так вот Смартфон Прогружает У нас тут Довольно-таки Много страниц Можно увеличивать Смотреть Что нам интересно Скорость работы Вот такая Либо так Можно смотреть Еще Широкоформальная Версия Как вы можете Видеть То Все отлично Читается Идем дальше YouTube Браузер Наш Давайте посмотрим Как все работает Вот это С какой скоростью Воспроизводятся Все странички В интернете Насколько Тупит Не тупит Ну вот Наш Наш сайт Он уже прогружен Как раз Наша Модель Зопа С2 Он прогрузил Эту страничку Можно увеличивать Ну и тут Все моментально Проигрывается Также Как работает Наш смартфон С YouTube Программами С YouTube Приложениями Насколько быстро Он все воспроизводит Это я зашел Прямо с Браузера Вот он тут Запускает Эти все Мы можем Посмотреть Эти все Видео Мой обзор На Тешель W7s Ну и формат Видео В Full HD Тяжелое Для воспроизведения Но воспроизводится Все отлично Так давайте Все таки Посмотрим Как наш Смартфон Зоопа С2 Справляется С современными Играми Запустим Цитадель И посмотрим На всю Эту красоту Которую Отображает Наш экран Зоопа По количеству ФПС Видим Что Смартфон С легкостью Справляется С данной Игрой Ничего Нигде Не глючит Не тупит Распроизводится Все хорошо Идем дальше Распроизводится 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 Также давайте посмотрим, какие у нас настройки в камере смартфона Напомню, что две камеры отличнейшие в данной модели Я уже тестировал, ее уже знаю Предлагаю вам просто посмотреть, как работает автофокус Также хотел вам показать, какие есть настройки в нашем смартфоне Особенно, когда в съемках видео есть много различных режимов Хочу сказать, что посмотрите обязательно видеофото под нашим видео Мы предоставим для вас ссылочки Видео записывает в шикарнейшем качестве На реальных 13 мегапикселей вообще без проблем В целом нужно подводить итоги Смартфон получился очень добротным, очень хорошим Хороший корпус Облегченная версия ZOPA 980 Действительно стоит задуматься, что лучше покупать ZP980, который гривен на 400 дороже Либо вот эту модель, которая опять же гривен на 400 дешевле Основными отличиями я считаю, что является только Точнее существенными отличиями, из-за которых можно повлиять на ваш выбор Которые могут повлиять Это только внутренний объем памяти В ZOPA C2 ее 4 гигабайта В ZP980 ее 16 Для тех, кто не хочет что-то переустанавливать Чтобы все программки были записаны на карту памяти Берите ZOPA 980 Для людей, которые хотят немножко сэкономить Но дружат с андроидами, дружат с прошивками Смело берите ZOPA C2 Нисколько никогда не пожалеете Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok